Доброе утро! Сегодня пятница, 12 февраля. Но все, Новый год наступил по всем возможным календарям. Сегодня его отмечают в Китае, поэтому по лунному календарю он называется китайским. Как вы думаете, что является главной праздничной традицией этого дня? Конечно, новогодний ужин, но до него мы еще дойдем, пока на дворе только утро, и значит самое время завтракать. И рецепт у нас сегодня праздничный. Ольга Фадеева научит нас готовить салат Тбилиси. Конечно, это подразумевает мясо, это подразумевает специи, это много зелени, это острый перец чили. В рубрике «Щитовод» узнаем историю создания стихотворения «С любимыми не расставайтесь». Влюбленные даже в вагон зашли, чтобы попрощаться, но Нина все никак не могла расстаться с мужем. Полистаем странички городской афиши на ближайшие несколько дней. А вот лыжники собираются на всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2021». Выясним, что необычного произошло в мире к этому часу. И этот мужчина предпочитает такой вариант и намеренно разгуливает подобные маски, обращая внимание на отношение к нему окружающих. Научимся проверять силу людей. Но начнем с ободряющей зарядки. На первый и второй рассчитайся. Перед садиком и перед школой делай зарядку и будешь здоровым. Перед работой, перед институтом делайся зарядку и все будет круто! Привет, мой любимый город! У меня сегодня в гостях девчонки-чемпионки по художественной гимнастике. И мы покажем вам суперкомплекс. На носочки в столе опускаемся вниз. Раз, два, три, четыре. Замечательно! Раз, два, три, четыре. Закончили! Все будет круто! А теперь сделаем птичку. Наклоняемся. Спинку держим прямую. Ручки наверх. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Последний раз. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили! Все будет круто! Ну а теперь сделаем упражнение для пресса. Вытягиваем ножки и поднимаем. Побежали. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. С кресла. Ручки в стороны. Два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Качаем. Ручки наверх. Два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Закончили! Все будет круто! Занимайтесь гимнастикой! Я желаю вам хороших выходных. В понедельник увидимся. Все будет круто! Как и обещала, прямо сейчас будем готовить праздничный салат от Ольги Фадеевой под названием Тбилиси. Повод, по которому его подать, каждый выберет сам. Впереди как минимум два праздника. Сегодня Китайский Новый Год и 14 февраля День Святого Валентина. Так что можно себя побаловать. Доброе утро, друзья! Сегодня мы гостим у Ольги Фадеевой, хозяйки ресторана «Русь». Доброе утро! Доброе утро! Много зелени, мяса, пища... Да, что-то такое, Кавказ, Кавказ, что-то такое. Сегодня мы готовим салат под названием Тбилиси. Конечно, это подразумевает мясо, это подразумевает специи, это много зелени, это острый перец чили. Ну, нам всегда хочется, чтобы когда-то такой салат был на столе. То есть понятно, что мы все любим оливье, мы все любим салат под шубой, и для них есть определенные дни Новый Год. Ну, а какой-то день мы выбираем что-то поострее, и нам хочется приготовить. Поэтому сегодня мы готовим салат Тбилиси. Что нам потребуется? Одна банка красной фасоли в собственном соку. 200 грамм мы взяли отварного мяса говядины, уже порезали. 50 грамм грецких орехов, мы их мелко порубили. Один болгарский перец красный. Один стручок мы почистили острого перца, но возьмем мы отсюда половину только. Одну красную луковицу. Микс салата мы взяли готовый, можно взять любую зелень. То есть берем кинзу просто, и, ну, на свое усмотрение, кто что любит. Любим укроп, добавляем укроп. Специи мы взяли черный перец, мы взяли приправу грузинскую, и немножко возьмем всего, чтобы у нас уже настоящий был салат. Для заправки оливковое масло и винный уксус. И чеснок мы через пресс выдавим уже в готовый салат. Приступаем. Говядина у нас уже готова. Мы отправляем сюда ее. Замешиваем сюда же. Отправляем фасоль. Красная в собственном соку, в томатном соусе брать не надо. Грецкие орехи. И теперь все ингредиенты будем добавлять сюда же. Красный перец мы вот разрезаем на 4 части. И каждую часть мы будем стараться нарезать соломкой. Нам нужно нарезать тонкой соломкой. А соломкой от семечек и от лишней кожуры мы освободились. Поэтому сейчас вот мы нарезаем и добавляем туда. Не обязательно мельчить совсем тонко. Мы понимаем, что салат Тбилиси – это достаточно крупные, должны попасться ингредиенты, чтобы это чувствовалось, что мы едим. Перец для красноты можно взять и разного цвета, и красный, и желтый. Еще красивее будет выглядеть салат, но мы в данном случае вот взяли одного цвета. Перец мы порезали, отправляем сюда же. Теперь нарезаем лук. Лук мы взяли красный. Он будет повкуснее. Если мы берем белый лук, то тогда мы немножко должны отдать кипятком, чтобы лук у нас не был слишком острый, не горчил. Ну а такой лук мы будем отправлять сразу, не отдавая кипятком, потому что он, как правило, сладкий, вкусный. Весь лук здесь тоже распределяем, чтобы у нас не попадался, целиком кусочки не попадались. Все измельчаем вот так вот здесь на доске. Готово. И уже сейчас отправляем в салат. Готово. И у нас остался один такой ингредиент, не коварный, но самый вкусный, который здесь должен быть. Это острый перец чили. Мы его постараемся нарубить прям мелко-мелко. Отправляем перец чили сюда. Все ингредиенты у нас готовы. Мы их сейчас аккуратно все перемешаем. Сейчас добавляем специи. Черного перца мы берем прям, ну вот, щепотку небольшую, потому что мы хотим добавить приправу по-грузински. Она уже у нас острая. Ее мы берем чуть побольше. Ну вот где-нибудь чайная ложечка. Готово. Все, сюда же выдавливаем чеснок. Взяли мы где-то три зубчика. Винного уксуса мы берем всего одну столовую ложку. Готово. И ложек пять мы берем оливкового масла. Если нет дома оливкового масла, мы берем обычное масло растительное. Перемешиваем, смотрим. Если мало нам заправки, и мы видим, что у нас салат суховат, мы масло оливкового добавим еще чуть-чуть. Приправы мы положили не так много, поэтому мы немножко присаливаем. Добавим еще одну ложечку масла, чтобы у нас все-таки салат чувствовалась заправка. Достаточно. Еще раз перемешиваем. И сейчас мы добавляем... Вот мы взяли зелень немного. Из этой зелени мы добавим где-то половину. Вот, посмотрим сейчас так. И, в принципе, мы можем на остальную подушку зелени просто выложить этот салат на подушку из зелени. Вот мы взяли такую большую тарелку, потому что салат по-грузински подразумевает большую тарелку. На маленькие тарелки мы такой салат не выкладываем. Мы прям вот подушку из зелени делаем. И остальную зелень мы перемешиваем в салате. Готово. Смотрится просто обалденно. Берем вот эту красивую тарелку. Уже у нас салат внизу остался. И мы на эту подушку выкладываем салат сверху. Красота любителям грузинской кухни посвящается. Готовьте. Приятного аппетита. Спонсор рубрики Ресторан Русь. И попрыгали, и поели. Теперь надо немножечко передохнуть и насладиться, так сказать, моментом. А поможет нам в этом, как всегда, рубрика для настроения. Ну что, друзья, авось погода не подкачает. И главный спортивный праздник зимы принесет нам только положительные эмоции. Всем хорошего скольжения, в меру холодной погоды и чудесного настроения. А вы знали, что история брачных агентств насчитывает более 370 лет? По некоторым данным, первая брачная контора, бюро встреч и адресов, была открыта в Лондоне еще 29 сентября 1650 года. С тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным. И 12 февраля отмечается даже Международный день брачных агентств. Символично, что накануне 14 февраля – Дня всех влюбленных. Поэтому в рубрике «Щитовод» мы сегодня тоже решили поговорить о взаимоотношениях мужчин и женщин, а точнее о прекрасном стихотворении Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне» и истории его появления. Символично, как больно, милая, как странная, раздваиваться под пилой. После выхода на экраны фильма Ильдара Рязанова «Ирония судьбы» многие впервые услышали стихотворение Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне». Кто-то, возможно, даже пытался найти информацию об этом поэте, считая его своим современником. Но на самом деле Александр Кочетков написал «Балладу» еще в 1932 году. И у этого стихотворения была своя удивительная предыстория. Осенью 1932-го поэт и его жена Нина Прозрителева отдыхали у родных в Ставрополе. Александр должен был уехать в Москву раньше супруги на встречу с друзьями. Уже и билет купил на поезд Сочи-Москва. Влюбленные даже в вагон зашли, чтобы попрощаться. Но Нина все никак не могла расстаться с мужем. И каким-то чудом ей удалось уговорить Александры побыть с ней еще три дня. Это время пролетело молниеносно, и Саша все-таки уехал. В Москве он узнал, что поезд, на который его не пустила жена, потерпел крушение. Это произошло 16 октября 1932 года на станции Люблино. Погибло 36 человек. Пострадали более 50. Друзья, не дождавшиеся Александра в Москве, подумали, что его уже нет в живых. И вот через три дня он пришел к ним, целый и невредимый. Но эта история настолько его потрясла, что в первом же письме к жене он отправил балладу о прокоренном вагоне. Когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном. Когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал. Нечеловеческая сила в одной давильне всех калечит. Нечеловеческая сила земное сбросила с земли. И никого не защитила удали обещанная встреча. И никого не защитила рука заущей удали. Это стихотворение не было нигде опубликовано, но оно стало истинно народным, передаваясь из уст в уста. По-новому оно зазвучало в годы Великой Отечественной войны. Корреспондент газеты «Красный флот», участник обороны Севастополя, писатель Леонид Соловьев зимой 1942 года, познакомился в Ташкенте с Кочетковым, услышал от него балладу и переписал себе блокнот. С его легкой руки стихотворение разлетелось по всем фронтам. Его переписывали друг у друга, отправляли на передовую и в тыл своим любимым, читали наизусть. Опубликовали балладу только в 1966 году в «Альманахе. День поэзии» с предисловием «Льва Озерва». Но Александра тогда уже не было в живых. Он умер в 1953 году. Жена Нина пережила его на четыре года. В архивах Александра Кочеткова осталось более ста печатных листов нигде не опубликованных стихов. А первая книга поэта вышла в свет лишь в 1985 году. «С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них». «И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг». Субтитры предоставил DimaTorzok ДК «Современник». Грандиозные распродажи шуб и дубленок Пятигорской фабрики. Громадный выбор, большие скидки. Меняем на вашу старую шубу. Только со 2 по 15 февраля. Отруб свиной 1 килограмм 178,90. Успей купить в Скидкино. Я мужчина в полном рассвете сил. В мир упитанный и очень, очень воспитанный. Так это вы воровали у меня плюшки. Спокойствие, только спокойствие. Смотрите веселый, озорной, хулиганский спектакль. Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел. Конфеты каркунов 129,90. Мегавыгода в Скидкино. Приятели помогают, пока им не сложно. Но только настоящие друзья идут с вами до конца. Бесплатно довезем, поднимем и донесем до места установки. А еще установим и подключим тоже бесплатно. Все под ключ. Корпорация «Центр». Колбаса юбилейная, 109 рублей. Мегавыгода в Скидкино. По народному календарю сегодня Васильев день. Наши предки обращали внимание на поведение диких животных. По нему судили о предстоящей погоде. Если зайцы приходят в сады, впереди еще суровая зима. Если волки водят близко к жилью, так же к морозу. А вот мыши предсказывали оттепель. За сутки до повышения температуры они выходили из подснежной лесной подстилки. Но это о дне сегодняшнем. А что нас ждет в ближайшие выходные, узнаем из рубрики «Афиша». Доброе утро! В эфире рубрика «Афиша». И сейчас я расскажу вам о городских мероприятиях, на которых будет интересно побывать в предстоящие несколько дней. Уже сегодня, 12 февраля, в пятницу, в Доме культуры «Дружба» пройдет молодежный форум. Начало в 9 часов. Чуть позже, с 10.00 на официальных страничках в социальных сетях Центральной городской библиотеки можно будет познакомиться с онлайн-заметкой, посвященной Всемирному дню радио. С 10.00 и до 18.00 в Центральной городской детской библиотеке будут отмечать Международный день книгодарения. Поэтому там будут проходить различные мероприятия, фотосессии, мастер-классы, викторины, игры, чтение стихов. В 12.00 на онлайн-страничках информационно-библиотечного объединения можно будет прогуляться по Петербургу и его окрестностям. Ищите онлайн-рубрику «Застывшая музыка петербургских улиц». Переворачиваем календарь и в субботу, 13 февраля, в 9.00 отправляемся на городскую ярмарку, которая вновь откроется на улице Заречной. В субботу – отличный день для любителей зимних видов спорта. Покататься на коньках можно будет в Центральном парке культуры и отдыха. Каток, как всегда, будет работать для вас с 10 до 20 часов. А вот лыжники собираются на всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2021». Встречаемся на перекрестке улиц Ахунской и Светлой 13 февраля в 11 часов. В этот же день в 11 часов в Доме культуры «Дружба» будут ждать и юных зареченцев на спектакль по произведению Виктора Ольшанского «Матушка Крапива». В субботу 13 февраля многодетные семьи приглашают в Центральный парк культуры и отдыха на праздничную игровую программу «Самый лучший» – начало в 11 часов. И не забывайте, что в субботу и в воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха, как обычно, в 17 часов пройдет игровая программа «Зима в парке». В воскресенье 14 февраля информационно-библиотечное объединение приглашает на онлайн творческую площадку, где вас будет ждать и поэтический альбом «Любовная аритмия». Присоединиться можно будет в течение всего дня. В 11 часов 14 февраля Дом культуры «Дружба» ждет в гости на спектакль «Карлсон», который живет на крыше, опять прилетел по произведению Астрид Лингрен. В этот же день в 12.00 в зоне отдыха «Лесная» начнется спортивная игровая программа «Настоящие мужчины». А в 16.00 всех любителей танца ждут во Дворце культуры «Современник» на концерт-студии хореографии «Эри Данс» с любовью навсегда. Вот такие впереди выходные, проведите их разнообразно, весело и, главное, в хорошей компании. Еще в конце октября прошлого года один житель Австралии купил лотерейный билет. И только недавно, практически полгода спустя, счастливчик удосужился проверить билетик и выяснил, что является обладателем приза в размере 1 миллиона долларов. Мужчина рассказал, что давно уже покупает лотерейные билеты, но то и дело забывает про них. А что еще необычного произошло в мире к этому часу, узнаем из «Бредовостей». Доброе утро, в эфире «Бредовости» и вот о чем я вам расскажу сегодня. Профессор Лопух, прием! Что в маске, что без маски. Когда ты готов 50 часов отдать любимому делу. Теперь об этом более подробно. В современном мире множеству людей пришлось работать на удаленке. Профессор Ван Донг из Сингапура тоже в их числе. Правда, на одной из его онлайн-лекций случился казус. Мужчина так усердно читал студентам материал, что даже не заметил. Все это время никто из учеников его попросту не слышал. Причем молодые люди пытались как-то достучаться до преподавателя и даже звонили на его мобильный, но все тщетно. О своей ошибке профессор догадался лишь два часа спустя. Конечно, он остался не слишком доволен временем, потраченным впустую, но смирился с судьбой и заявил, что прочтет лекцию еще раз. Защитные маски не только оберегают окружающих от вирусов, но еще и служат неплохим аксессуаром. Причем дизайн их становится все разнообразнее и разнообразнее. И этот мужчина предпочитает такой вариант. И намеренно разгуливает подобные маски, обращая внимание на отношение к нему окружающих. И многие действительно не остаются в стороне и просят надеть аксессуар правильно. Он же доказывает, что маска сидит на лице так, как надо. В общем, непонятно, похвалить или поругать этого шутника. С одной стороны он все делает правильно, а с другой намеренно провоцирует своим видом окружающих. Как-то нехорошо. Искусство оригами зародилось в Японии, но широко и уверенно распространилось по всему миру. Например, этот мужчина живет в Финляндии и по праву считается настоящим мастером в кропотливом процессе складывания, сжатия и скручивания бумаги таким образом, чтобы из нее получились фигурки. Своими работами он поражает поклонников. Недавно Юхо потратил 50 часов, чтобы создать статуэтку, изображающую самурая. Он выполнил ее без единого разреза и разрыва бумажного листа, без клея и каких-либо других вспомогательных элементов. Результат работы мастера действительно впечатляет, о чем свидетельствует и количество лайков на его страничке в социальных сетях. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите в понедельник, а прямо сейчас в эфире нашего канала Гороскоп. Овин. Придется вам общаться с кем-то очень непонятливым. Готовьтесь старательно улыбаться и всячески демонстрировать восхищение умственными способностями собеседника. Телец. Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. К счастью, таких разговоров будет немного. Близнецы. Вы преисполнены решимости достичь какой-то цели. Горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий. Рак. Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? От добра добра не ищут. Рискуете остаться при разбитом корыте. Лев. Только вы знаете, что вам на самом деле нужно. И ни от кого так не зависит, обретете ли вы необходимое, как от вас самих, особенно сегодня. Дева. Не обращайте внимания на беспочвенные нападки. Сегодня, увы, без них не обойдется. Пусть себя гавкают. Укусить-то не решаться. Весы. У вас неожиданно откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся. Скорпион. Если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, сегодня носа из дома не показывайте. Этот кто-то предъявит вам претензии в самой недвусмысленной форме. Стрелец. С вами могут обойтись достаточно резко. Если вы решитесь дать волю чувству юмора, об этом моментально пожалеют. Козирог. Вам будет трудно удержаться от резких поворотов и новшеств. А напрасно. Менять пока ничего не следует. Водолей. Вам придется проявить терпимость. Избежать подобных ситуаций все равно не удастся. Так что пожалейте ближнего от чистого сердца. Рыбы. Если вы не в состоянии справиться со взятым на себя делом, вежливо извинитесь и верните его хозяину. Не стоит слишком упираться, пытаясь оправдать чьи-то надежды. Существительное образовано от индоевропейской основы в значении «скользить». Оно связано с диалектизмами «лызгать» – «скользить по льду» и «лызнуть» – «улизнуть». В современном русском языке «лыжи» – это легкие плоские полозья, сделанные из дерева, которые предназначены для передвижения по снегу. Знаете ли вы, как проверить силу и мощь человека? Готовы поспорить, что такого способа, как в нашем следующем видео, вы еще не пробовали. Так что смотрим «Вот это да» и удивляемся. Субтитры сделал DimaTorzok Напоминаю, на календаре 12 февраля – пятница. По-моему, сегодня все располагает к празднованию Нового года. И сама дата по лунному календарю, и день недели, и настроение соответствующее, я думаю, мы вам тоже обеспечили. Так что празднику быть! Ну а я на этом с вами прощаюсь. Увидимся в эфире утреннего телеканала. Субтитры сделал DimaTorzok